Если мы будем говорить, что же такое фотосинтез, как он произошел, откуда произошел, и почему же он для нас так важен на данный момент. Дело в том, что если вы помните, если помните из курса биологии, если помните, да, когда про экологию планеты нашей рассказывали, у нас существует несколько экологических кризисов, да, экологических катастроф. И если вы помните, то первой экологической катастрофой была, это считается появлением фотосинтезирующих бактерий, благодаря которым у нас появился, начал появляться кислород, начала появляться наша атмосфера, и из-за этих бактерий произошло глобальное вымирание организмов, которые у нас существовали и жили в анаэробной среде. Так вот, фотосинтез, с момента появления фотосинтеза у нас начала меняться экология нашей планеты и вообще жизнь нашей планеты. Если помнить, первыми фотосинтезирующими организмами это были бактерии. Вот, мы с вами это прекрасно помним. Сегодня мы постараемся эту тему разобрать и понять, как же все-таки у нас происходит фотосинтез, зачем он, зачем он нужен бактериям, зачем он нужен растениям, и, собственно, какой у нас главный продукт фотосинтеза, потому что, к сожалению, до сих пор, несмотря на то, что эту тему очень часто обсуждают в биологии, к сожалению, очень многие до сих пор путаются с именно продуктами фотосинтеза. Что же у нас в процессе фотосинтеза у нас происходит? Итак, фотосинтез – это у нас сложный химический процесс преобразования энергии дневного света или просто энергии света в химическую энергию. И потом, впоследствии, да, у нас происходит преобразование вот этой вот энергии с участием углекислого газа и воды у нас преобразуется в образование молекулы глюкозы. Это если говорить про конечный продукт нашего фотосинтеза. Где же у нас происходит фотосинтез и за счет чего у нас вообще фотосинтезируют наши растения? Потому что сейчас, на данный момент, все-таки у нас в основном фотосинтезом питаются, можно так сказать, живут и питаются именно зеленые растения. Мы с вами сейчас поговорим про локализацию фотосинтеза. Где же он происходит? Итак, в первую очередь фотосинтез у нас, конечно, происходит в листьях наших растений. Если вы помните, то лист представляет собой пластинку из нескольких слоев клеток, покрытой тонкой прозрачной эпидермой. И в верхних слоях листа, в столбчатом мизофиле, у нас происходит процесс фотосинтеза. А если быть точным, то он, конечно же, у нас происходит в хлоропластах. Хлоропласты, если помните, состоят у нас, находятся в клетках растительных. И в них именно происходит фотосинтез. Где у нас эти хлоропласты, в принципе, содержатся. А в любой части растения, которая у нас имеет зеленый цвет, в основном это листья, в большей части листья, да. Свет у нас легко проникает через эпидерму, потому что, если вы помните, эпидерма у нас полностью прозрачна. Она покрыта сверху также небольшим слоем восков, которым растение защищается, например, от чрезмерного испарения воды или от перегрева. И попадает именно непосредственно в первый слой клеток листа. Лист еще интересен тем, что фотосинтез в листе может происходить только в случае, если у нас у листа повышенный тургор. Если тургор листа у нас падает, то и фотосинтез у нас сходится на нет. Сходит на нет. Почему же так происходит? Потому что фотосинтез у нас происходит благодаря присутствию углекислого газа. Помните, углекислый газ. Углекислый газ в лист поступает через устица. Если тургор листа у нас падает, если у нас лист теряет свою форму, если он становится мягким, из-за того, что у нас не хватает влаги листу, у нас в лист просто перестает попадать углекислый газ. Плюс из-за того, что уменьшается количество воды в листе, в клетках листа, у нас происходит прекращение фотосинтеза. Именно поэтому, если растению не хватает влаги, то чаще всего это какие-то травянистые формы, у которых у нас не очень хорошо развита корневая система. Или же, если эта корневая система у нас не проникает глубоко в толщу земли и нет возможности оттуда вытягивать вот эту живую влагу необходимую, У нас тургор растения нарушается, уменьшается, из-за чего листья и все зеленые части растения теряют свою упругость, становятся достаточно вялыми. И уровень фотосинтеза в этих частях растения у нас понижается или вообще может прекратиться. Именно поэтому вода у нас играет такую большую роль. Если вы помните, по какой причине при нарушении тургора листа у нас фотосинтез еще прекращается. Дело в том, что у нас смыкается устица листа. На оборотной стороне листа, на тыльной стороне листа у нас находится устица, через которых у нас происходит газообмен, через которых у нас поступает углекислый газ. Если вы помните, то у нас очень интересная идет система открытия и закрытия устиц. Помните вы это? Устица у нас открывается, когда клетки устица у нас наполняются водой. У них повышается тургор, благодаря чему устичная щель у нас расширяется и происходит газообмен. Если тургор клеток у нас понижается, вот этих устичных клеток, то устичная щель у нас смыкается, благодаря чему газообмен у нас нарушается. И вот, если у нас влаги не хватает, у нас просто смыкаются клетки устица и газообмен у нас прекращается, приостанавливается, благодаря чему у нас может просто фотосинтез либо замедлиться, либо совсем сойти на нет. Именно поэтому вода играет очень большую роль именно, можно сказать, в жизни и в работе листа. Потому что, если помните, то главная цель наших листьев именно фотосинтез и поглощение света солнечного. Ну и благодаря чему потом у нас произойдет запасание питательных веществ. Где же еще у нас может происходить фотосинтез, кроме листа? Фотосинтез у нас может происходить в принципе в любых зеленых частях растения, как мной уже было ранее сказано. То есть у нас идет фотосинтез на тканевом уровне. Если говорить точно, то у нас фотосинтез идет в хлоренхиме, в которой у нас содержится большое количество хлоропластов, ну и соответственно там происходит фотосинтез. Если мы будем говорить про растения древенистые, то это может быть все тело растения, все надземное растение. То есть это может быть и стебель, это может быть листья, это может быть черешки и так далее. Если мы будем говорить про древесные растения, то если помните, то только в молодых ветках некоторых растений у нас находятся хлоренхимы. Например, самый яркий вид, самый яркий представитель – это ясень. Помните, да, как у нас ясень выглядит? Так вот, даже в принципе у взрослого, как это, сформировавшегося дерева, выросшего, все равно молодые ветки имеют зеленоватый цвет. Впоследствии, когда ветвь у нас растет, хлоренхима у нас отмирает и у нас меняет цвет ветка, она становится коричневой. Но пока у нас веточка зеленая, пока хлоренхима у нас присутствует в тканях растения, там будет происходить фотосинтез. Точно так же мы можем сказать про, например, черешки листа. Если у нас черешки листа имеют зеленый цвет, там у нас находится хлоренхима и у нас там происходит процесс фотосинтез. Также у нас фотосинтезировать могут некоторые бактерии. Если помните, да, то у нас цианобактерии или их иногда ошибочно считают сини-зелеными водорослями, они также фотосинтезируют, а именно фотосинтезируют у них их мембраны. Ну и, конечно же, если говорить более тонко, то у нас процесс фотосинтеза происходит в хлоропластах. Итак, вот здесь вы можете увидеть хлоропласт, вот он вот таким вот образом у нас выглядит. Хлоропласты в клетках именно растений, в складках, да, цитоплазматической мембраны, прокариот. Содержит зеленый пигмент. Это хлорофилл. Хлорофилл обладает особой химической структурой, которая, собственно, позволяет ему улавливать свет. Если быть точным, то кванты света. Ну и, соответственно, молекулы хлорофилла, они способны возбуждаться под действием этого самого солнечного света. Ну и в процессе возбуждения они отдают свои электроны и перемещают их на более высокий энергетический уровень. Если мы будем говорить с вами про сам фотосинтез, то фотосинтез у нас будет делиться на фазы. Когда мы будем с вами говорить про эти фазы, к сожалению, у нас случается, что школьники или уже люди, которые немножечко начинают забывать ботанику, у нас путают фазы с фазами дня. У нас существует световая фаза и темновая фаза. Эфаза у нас преобразуется в электрохимическую энергию, соответственно, в цепи вот этого переноса электронов. И она осуществляется только на свету, поэтому она и называется световая фаза. То есть световая фаза фотосинтеза, она не может протекать в темное время суток. Ну и, соответственно, если у нас растение произрастает в сильной тени, в каком-то слабо освещенном помещении и ему не хватает света, то фотосинтез у нас с вами прекращается. На основании этого у нас происходит вымирание, можно сказать, растений, которые у нас растут в густой тени, например, деревьев. Из-за того, что у нас не происходит фотосинтез, из-за этого не хватает питательных веществ растению. То есть растение не запасает себе питательные вещества и тихонечко отмирает. Итак, световая фаза – это этап, на котором энергия света, которая поглощает хлорофилл, преобразуется в электрохимическую энергию в цепи переноса вот этих самых электронов, как мы уже с вами говорили. Она осуществляется на свету в мембранах гран, граны именно телокоидов, именно если мы будем говорить про строение хлоропласта. И здесь у нас также играют свою роль белки-переносчики и АТФ-синтез. То есть у нас здесь мы должны понимать, что в световой фазе у нас растение должно максимально принять на себя вот эти самые кванты света, для того чтобы у нас запустилась вот эта реакция возбуждения электронов. То есть если говорить вкратце, то на вот этой вот самой фотосинтезирующей мембране гран у нас происходит возбуждение электронов хлорофила при помощи вот этих квантов света, и он переходит от квантов света, переходит на более высокий энергетический уровень. Потом у нас происходит восстановление электронов от НАТФ к НАТФ с выделением двух атомов водорода. И потом у нас происходит здесь фотолиз воды. И фотолиз воды у нас происходит опять-таки при участии света. Это надо помнить, что вот в световой фазе свет играет очень важную роль. При фотолизе воды у нас просто две молекулы воды у нас разделяются на водород, на кислород с выделением энергии определенной. Значит, и вот в этом вот моменте у нас выделяется свободный кислород, который у нас, соответственно, потом выделяется наружу через устица. И происходит синтез АТФ. Плюс здесь у нас еще идет выделение энергии. Вообще, мы с вами будем говорить про АТФ, про АДФ. Еще очень часто беседуют, когда уже говорят про, допустим, те же самые митохондрии. Когда мы будем говорить с вами про работу наших митохондрий. Так вот, синтез АТФ за счет энергии света в хлоропластах, они, вот этот процесс очень эффективный. За то же время в хлоропластах у нас образуется в 30 раз больше АТФ, чем в митохондриях. Это нужно учитывать, это очень большое количество АТФ. После того, как все это произошло, после того, как у нас световая фаза с вами прекратилась, у нас переходит фотосинтез к темновой фазе. И вот в чем разница, да? Очень часто, я говорю, опять-таки путают. Очень многие считают, что во время светового дня у нас растения накапливают световую энергию. А когда у нас солнце садится ночью, у нас растение начинает переходить в темновую фазу, да? По-другому темновая фаза у нас просто называется... Что же такое? Сколько же я темп-то вам не показала? Сколько я вам световой фазы-то не показала? Темновая фаза, да? Она также у нас называется светонезависимая фаза. Что же здесь происходит? Что-то я переоценила себя, я сделала слишком много слайдов. Надо было их просто перелистывать побыстрее. Я на одном остановилась. Итак, светонезависимая фаза у нас может происходить и в дневное время. Просто у нас, соответственно, наши хлоропласты получают необходимое количество энергии света для того, чтобы у нас запустился следующий процесс. Как мы уже сказали, у нас произошел фатолиз воды с образованием вот этого самого свободного кислорода. У нас произошел синтез АТФ, и, соответственно, у нас произошло восстановление наш НАТФ, да? Он восстановился до НАТФ и молекулы водорода. И вот здесь у нас переходит наш фотосинтез на следующую темновую фазу. Реакция вот этой самой темнотой, темновой фазы фотосинтеза притекает независимо от света, как уже было сказано. Это преобразование углекислого газа в глюкозу с использованием энергии световой, которая была запасена в молекулах АТФ и НАТФ. Мне кажется, чтобы эту тему рассказывать, надо сначала к логопеду сходить, потому что у меня, простите, очень путается язык. Значит, данная реакция у нас будет происходить в стромах хлоропластов. Куда у нас поступают вот эти богатые энергии молекулы АТФ, НАТФ, и где у нас происходит переход от световой к темновой фазе? Превращение углекислого газа в глюкозу в ходе темновой фазы получило в свое время название цикл Кельвина. У нас существует два цикла. Цикл Кельвина идет у нас в хлоропластах, и цикл Крепса происходит в митохондриях. Это обратный процесс. Если здесь у нас энергия света, вода и углекислый газ превращаются в глюкозу, преобразуются, то там это наоборот в цикле Крепса, это распад глюкозы до у нас молекул АТФ. На самом деле очень интересный процесс. Что это значит? Это растение поглощает у нас свет для того, чтобы у нас преобразовать глюкозу, вот эту вот энергию, в глюкозу. А живой организм, в том числе и организм человека, поглощая эту самую глюкозу с пищей, он впоследствии ее будет преобразовывать в энергию. То есть, понимаете, это такой процесс круговорот энергии. Когда мы будем с вами говорить про митохондрии, про работу митохондрии, мы об этом с вами там тоже поговорим. Это очень, на самом деле, интересный процесс. Собственно, углекислый газ, как уже было сказано, он поступает в растение через устица. Превращение углекислого газа в глюкозу в ходе темновой фазы фотосинтеза достаточно сложная химическая реакция. Ее также у нас на биохимии, в принципе, разбирают. В биологии ее разбирают вкратце и вскользь. Мы постараемся с вами разобраться, но без таких особых углублений в формулу. Значит, что мы должны здесь понимать? Мы должны с вами понять, что у нас углекислый газ должен восстановиться до глюкозы при помощи вот этой самой полученной энергии АТФ. Самое главное, сколько энергии у нас преобразит в наших листах растений наше растение. Вот все. Я запуталась, простите. Сколько энергии у нас растение получит от солнечного света в процессе световой фазы, столько у нас глюкозы будет преобразовываться в процессе темновой фазы фотосинтеза. Для образования одной молекулы у нас требуется 6 молекул углекислого газа, у нас требуется 12 молекул НАТФ, 18 молекул АТФ. Если говорить по-другому, то у нас процесс преобразования глюкозы происходит. Из 6 молекул углекислого газа с использованием воды, которая поступает у нас в клетки, соответственно, благодаря корневой системе растения, 6 молекул воды. У нас благодаря этому происходит преобразование одной молекулы глюкозы и 6 молекул кислорода. Кислород, как вы понимаете, это побочный продукт, побочный процесс. И когда говорят ребята, что растения фотосинтезируют для того, чтобы выделять кислород из углекислого газа, это в корне неправильно. Почему? Потому что ни одно растение не будет фотосинтезировать, ни одно растение не будет поглощать углекислый газ для того, чтобы насытить нашу атмосферу. Наша атмосфера, которая у нас появилась на Земле, она у нас появилась, можно сказать, случайно в процессе запасания глюкозы. Глюкоза растениям будет впоследствии использоваться. То есть вот эта вот самая глюкоза, она накапливается в растении и нужна растению для последующей жизнедеятельности своей. То есть никто просто так фотосинтезировать без какого-то результата не будет. Это мы с вами должны понимать и должны знать. Итак, в процессе образования одной молекулы глюкозы у нас образуется 6 молекул кислорода, которые потом впоследствии просто выходят наружу. Если по какой-то причине процесс фотосинтеза у нас прекращается, он на самом деле редко. Обычно при недостатке, допустим, воды из-за засухи или еще из-за каких-то других процессов, например, из-за перегрева листа, в процессе, например, очень жаркого лета, когда у нас листья, так называемо, горят от солнца, у нас максимально замедляется процесс фотосинтеза. То есть он протекает, но все процессы очень сильно замедляются. Если процесс фотосинтеза прекращается вообще, что у нас происходит? У нас происходит просто гибель листа, потому что у нас процесс вот этого фотосинтеза, он у нас постоянный и непрерывный. Самое главное — это поглощение углекислого газа, впитывание корневой системой воды и поступление квантов света извне. Недавно меня на занятии спросили такую вещь, я не помню, кто из ребят спросил, есть ли смысл, какой именно свет у нас будет поступать к нашему растению, допустим, потому что такой вопрос был задан, например, что сейчас очень популярны специальные лампы, которые имитируют солнце, которым облучают рассаду. Если вы видели, очень часто в окнах у нас видны так называемые розовые лампы. Считается, что эти лампы у нас благотворно влияют на растения, в растениях у нас повышается фотосинтез, а синтез растений начинает у нас лучше расти, и благодаря этому у нас в будущем лучший урожай будет в растении. Так вот, в принципе, это неверно. Это неверно. Считается вообще в каких-то... От кого-то я слышала, что говорят, что даже нужно... Продаются лампы с инфракрасным светом, с инфракрасными лучами. Инфракрасные лучи – это у нас тепло, если вы помните, да? Поэтому каждое растение, каждое растение, оно у нас благодаря хлорофилу поглощает какие-то определенные лучи дневного спектра солнечного. Если вы помните, когда мы с вами говорили про водоросли, то есть водоросли, которые у нас на большой глубине обитают, у них есть совершенно другой хлорофил, который у нас будет поглощать более длинные лучи дневного света. Да, и в зависимости от того, какие лучи поглощают растения, у нас благодаря этому появляются новые хлорофилы вспомогательные, и у нас все равно протекает процесс фотосинтеза. То есть нет, разницы нету, какой свет у нас... Ну, то есть лампочка – это будет дневной свет, или это будут лампы, там, не знаю, люминесцентные. Разницы совершенно нету. Самое главное, чтобы у нас были кванты света, для того, чтобы у нас были все необходимые материалы для фотосинтеза. Так, если мы будем с вами говорить про значение фотосинтеза, для чего нам нужен наш, собственно, фотосинтез. Процесс, в принципе, это небольшой. Да, много здесь, как это сказать, нам не нужно разбирать. В принципе, фотосинтез, он не особо разбирается по ботанике, если помните, там тоже это идет не очень большой раздел в ботанике. То есть мы здесь просто это с вами повторили для того, чтобы помнить, какие у нас бывают фазы, и как у нас растение преобразует глюкозу. Но вопрос вот в чем. Для чего растение фотосинтезирует, и какое же все-таки у нас у фотосинтеза самое главное значение? Для растения значение – это выработка глюкозы, и в дальнейшем преобразование глюкозы в крахмал. Да, если вы помните, растения у нас запасают питательные вещества в виде крахмала, которые потом идут вот в эти самые депо, где у нас крахмал будет запасаться. Например, у древесных растений это сердцевина ствола. Если мы будем говорить с вами про какие-нибудь, например, корнеклубни или корнеплоды, это все идет у нас в корнеплод, чтобы потом преобразовываться, чтобы использоваться растения. Если мы будем говорить значение фотосинтеза для целой Земли, для нашей Земли, то опять-таки появление фотосинтезирующих бактерий, именно появление у нас цианобактерий в свое время у нас изменил облик Земли. Если бы фотосинтез у нас не появился, скорее всего, у нас бы не было своей атмосферы, потому что в первую очередь выработка углекислого, выработка кислорода, поглощение углекислого газа у нас насыщает нашу атмосферу. Если помните, в верхних слоях атмосферы у нас кислород преобразуется в озон, у нас появляется озоновый слой, который защищает нашу Землю, в том числе от агрессивных лучей, солнечных лучей, и благодаря чему у нас, в принципе, здесь возникла жизнь, потому что, как вы помните, у нас жизнь возникла именно благодаря тому, что у нас появилась наша с вами атмосфера. Да, конечно, в анаэробном, как сказать, без кислорода жизнь у нас тоже возможна. Например, как у нас где-то в глубинах океана у нас тоже существуют бактерии, которые у нас там в жерлах вулканов и так далее живут, но такого бы разнообразия жизни у нас бы 100% не появилось. Конечно, большую часть кислорода при фотосинтезе у нас выделяет именно древесные растения. Но нельзя забывать, что все, в принципе, растения древенистые виды у нас тоже фотосинтезируют, они тоже у нас вырабатывают кислород и также насыщают нашу с вами атмосферу. Также у нас наше... Так, ну что еще можно сказать? Благодаря тому, что у нас постоянно идет фотосинтез, постоянно преобразуется кислород, у нас зеленые растения немного замедляют. Наше глобальное потепление, если мы будем говорить с вами про экологию, благодаря чему у нас, благодаря зеленым растениям, благодаря выделению углекислого газа, у нас снижается парниковый эффект. Растения у нас поглощают большое количество углекислого газа. В местах, где у нас большое количество наших растений, наших зеленых лесов, у нас более высокая влажность. То есть на самом деле все наши зеленые растения, весь фотосинтез, который у нас происходит, он очень важен для нас, для нашей с вами жизни. Возможно, это небольшая у нас с вами тема, тема действительно такая не особо емкая, не особо большая, но значение фотосинтеза и значение зеленых растений на самом деле очень сильно велико. Добавить мне, в принципе, к этому нечего. Если у вас есть какие-то вопросы или вы что-то хотите добавить к этому, пожалуйста, вы можете либо включить микрофон, либо использовать чат. С точки зрения именно ботаники, потому что у нас фотосинтез все-таки относится к ботанике, да, это изучение растений, изучать его сложно. Фотосинтез все-таки нужно изучать в разделе такой науки, как биохимия, потому что именно биохимические процессы, вот эти вот все, фатолиз воды, образование и восстановление, которое у нас идет, да, в процессе фотосинтеза, все вот эти вот цветовые реакции, которые у нас происходят в фотосинтезе, их надо изучать в плане химии, в плане химических реакций. Если мы с вами будем говорить в разделе нашей подготовки, в разделе нашей темы, то это просто краткое ознакомление с процессами преобразования одних элементов, можно сказать, в другие, чем мы сегодня с вами и занялись. Тема для меня не очень простая, но я надеюсь, что я вам ее донесла. Продолжение следует...